Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Главам 319 моногородов президентом России поставлены 4 конкретные задачи для исполнения до 2018 года. Одна из них – реализация программы «Пять шагов благоустройства повседневности», которая коснется оживленных городских пространств, молодежных центров, достопримечательностей, социальных учреждений, а также заброшенных и неэффективно используемых промышленных зон. Для знакомства с этой программой в администрацию Кумертау в очередной раз прибыли представители КБ «Стрелка». Подробнее в нашем сюжете. Как правильно благоустроить городскую среду в Кумертау? В этом может помочь консалдинговое бюро «Стрелка». На семинаре представители организации презентовали разработанную программу развития городской среды «Пять шагов благоустройства повседневности моногорода на пути к устойчивому городу». На встрече в мэрии глава администрации Борис Беляев выразил надежду на скорейшее освоение этой программы, чтобы в кратчайшее время начать благоустраивать наиболее важные для жителей города места, будь то Аллея Славы или парк имени Гагарина. Мы с ними, можно сказать, заключили устное соглашение пока, если надо будет письмом, мы тоже это сделаем, чтобы они нам помогли именно эти места благоустроить. Хочу сказать, что городу Кумертау выделят хорошую сумму финансовую для того, чтобы мы благоустроили эти места, и мы должны в кратчайшие сроки это все, в принципе, освоить. Представители консалдингового бюро пошагово объяснили, в чем заключается суть программы улучшения среды моногородов. Концепция данной программы выделяет следующее направление. Благоустройство оживленного общественного пространства, создание возможностей для времяпровождения молодежи, реставрация или открытие новых городских достопримечательностей, обновление или создание объекта социальной инфраструктуры, а также активизация заброшенных зданий территорий. Реализация проектов по программе «Пять шагов благоустройства» позволит создать в городе комфортную городскую среду. В результате сотрудничества, возможно, появятся новые достопримечательности, места досуга и отдыха. У населения нашего города есть возможность проявить инициативу в реализации программы. Для этого необходимо подавать свои предложения о благоустройстве города на сайте monogroda.rf. Очень важно привлекать инициативные группы горожан для формирования новых предложений по улучшению городской среды. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, Телекомпания «Арис». Дворцу угольщиков планируют вернуть историческое название. Филиал республиканского центра «Дуслык» в конце прошлого года из государственной собственности был передан в муниципальную. Вернуть прежнее название предполагается в обозримом будущем. Сейчас в здании идет ремонт. Подробнее расскажет Гульнас Филатова. Ремонт здания был начат на прошлой неделе. На втором и третьем этажах сейчас ведется демонтаж деревянного пола. Паркет бывшего дворца угольщиков прослужил несколько десятилетий и нуждается не просто в реконструкции. Поэтому он будет заменен на более современное покрытие. Занимаемся сейчас демонтажом. В прошлую неделю и вот эту неделю все идет демонтаж старых покрытий. Будем менять полы на хорошие керамогранитные полы, паркет. Обдираем стены, потолки. Будем делать ремонт и красить хорошими красками, чтобы жители города Кумертава были довольны. Строительная фирма города Уфы «Капиталстрой», выигравшая аукцион, функционирует с 2009 года. Занимается не только ремонтом, но и строительством различных объектов, детских садов, спортивных сооружений и плавательных бассейнов. В разных городах республики. Как отметил начальник участка Валерий Зотов, гарантийные сроки после окончания ремонта составляют 5 лет. Мы рассчитываем сдать Дворец культуры в июне месяце. Потому что по технологии какие-то работы есть, которые нужно выполнять будет летом. В теплый период. А так, думаю, что мы справимся. Недостатка в рабочих кадрах, в материалах нет. Поэтому работаем. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В этот субботний вечер горожане дружно проводили 2016 и встретили 2017 год по старому стилю. Концертная программа, необычный масштабный флешмоб, а также розыгрыш ЖК-телевизора были организованы для гостей праздника. Ежегодно 14 января кумертауксы собираются на центральной площади для встречи Нового года по старому стилю. Отделом культуры администрации для горожан была организована насыщенная программа. Зажигательные концертные номера, театрализованное представление, забавные розыгрыши и многое другое ожидало гостей праздника в этот субботний вечер. Все присутствующие с удовольствием принимали участие в конкурсах, танцевали вместе с ведущими программы и делились друг с другом хорошим настроением. Очень понравилось. Всех поздравляю со старым Новым годом. Здесь очень весело, здорово. Здорово очень. Мы очень рады, что у нас в кумертау вот такой вот есть у нас праздник. Прекрасное настроение. С Новым годом кумертау. Всем здоровью, любви, удачи, исполнения всех желаний. Настроение супер. Праздник очень понравился. Большое спасибо. С Новым годом. Всех поздравляю с Новым годом. Со старым Новым годом. Всем удачи желаю, здоровья. Настроение хорошее, отлично. Праздник красивый. В этот праздничный вечер жители города смогли также поучаствовать в розыгрыше телевизора. Для этого требовалось ответить на несколько вопросов, связанных с серией популярных новогодних фильмов «Елки». Самой внимательной и осведомленной оказалась Маргарита Сергеичук. Она и стала победительницей розыгрыша. Мы вас поздравляем. Вот такое вот тепло. Наш старый Новый год. Пришли с детьми накататься на горках, ну, посмотреть, конечно, представление. Тут как бы, ну, про «Елки» все такие, спектакль про «Елки». Ну, конечно, хотела поучаствовать. Тем более, в начале телефона так говорили, все запомнили. Мне еще что-то интересно так. Но все «Елки» мы смотрим, все нравится. Как бы такой фильм семейный. И было нетрудно. В общем-то, и вопросы легкие были. Поэтому очень рада, очень вообще. Спасибо большое организаторам и спонсорам, кто, правда, что-то не озвучил. Спасибо огромное большое. Было вообще классно, классно. А все пришедшие на праздник были приглашены для участия в масштабном флэш-мобе. С помощью волонтеров горожане дружно выстроились в огромную живую букву «К» – символ города – и включили экраны своих телефонов. Завершилась программа ярким праздничным салютом. Разноцветные фейерверки вызвали восхищение не только самых юных горожан, но и взрослых кумертавствам. В ноябре прошлого года администрация Кумертау учредила муниципальный конкурс инновационных проектов образовательных учреждений под названием «Стратегическая инициатива-2016». Целью конкурса стало выявление и поддержание творчески работающих педагогических коллективов, успешно решающих задачи повышения качества образования. Победил в конкурсе проект «Школа номер 5» под названием «Школьное телевидение 5 ТВ». На его реализацию выделен муниципальный грант в 100 тысяч рублей. Эти средства были потрачены на приобретение видеокамеры. И сегодня школьники подготовили первый выпуск новостей. Он будет в эфире после нашего информационного блока и прогноза погоды. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok